Приветствую вас, Константин. Я бы рекомендовал вам послушать мою запись на предыдущий вопрос, но сейчас висит в разделе платных, там называется «Как поступить правильно». Там по сути человек описывает ту же проблему, что и у вас, только в немножко другом разрезе. Но по большому счету проблема та же самая. Смотрите, вы говорите, что меня познакомили с девушкой, и она жила на встречу, как бы, также для знакомства. То есть по большому счету вас свапали. Ну, решили сосвапать, скажем так. Что это означает? В первую очередь, некоторую не самостоятельность партнеров. В первую очередь, некоторые такие образы, или предопределенные, то есть некоторые, скажем так, ожидания, которые появляются вот в подобных случаях, когда люди именно свапают. И, наверное, что самое главное, это то, что подобный подход к отношениям, подобная модель выстраивания отношений, если угодно, полностью исключает восприятие друг друга как личности, как людей, как человеков. Да, такое слово «человеков». Не очень оно, конечно, звучит оно неправильно, но вот чтоб было понятнее, да? То есть вы друг друга видите исключительно столько, как мужчины и женщины. Она видит вас мужчину, который что-то должен для нее делать, не важно сейчас что, абсолютно не важно. Вот. А вы видите в ней женщину, которая тоже, ну, которая тоже должна, значит, как-то себя вести на вывод. Плюс здесь у вас и секс в первый день, что тоже не идет на полгода отношениям, вот, от слова «совсем», ну и так далее. То есть вот такие вот моменты, которые влияют на восприятие, на восприятие именно партнера и определяют то, что с вами сейчас происходит по большому счету. Вот. И, соответственно, правильных поступков здесь нет. Вы не до конца берете на себя ответственность за те отношения, которые вы устраиваете. Это раз. Вы не до конца берете на себя ответственность за своё поведение. То есть вы ссоритесь с девушкой, вы ссоритесь, говоря о том, что это она хотела подсориться. Я как бы ни при чём, хотя вы меня извините, конечно, конечно, но это не так, да, просто она бы не смогла с вами поссориться, если бы не вы, если бы вы не поддержали бы, условно говоря, её в этом. Поэтому, извините, но здесь я понимаю, что, может быть, вам хотелось бы, чтобы, ну, чтобы я, например, был бы на вашей стороне, но нет. Это было бы, это было бы не справедливо по отношению к вам и, ну, по отношению, ну, по отношению к девушке, это тоже было бы справедливо, вот. Да, я не уверен, что вас это волнует на данный момент, но тем не менее, тем не менее, это волнует меня. Вот. Так что, такая вот история. И да, она просто сейчас вот на данный момент, она какие-то вот границы проверяет, проверяет свои границы по большому счёту. Вот. То есть, проверяет то, что, ну, например, то, что она может, допустим, делать, вот, а что нет, что она может делать, а чего не может, чего не может делать, вот. Вот. И всё соответственно. Поэтому вы здесь либо, ну, более решительно себя ведёте, вот, и не позволяетесь, не позволяетесь, не позволяетесь. Так потому, что тебе, ну, вот, таких спылив home, либо выстраивайте более... такой адекватный фундамент для ваших. ну, на ваших взаимоотношениях с ней, потому что вот сейчас, да, именно сейчас, ну, в этом есть некоторые проблемы, я бы сказал, вот. Потому что, между вами почти ничего общего нет, вот, понимаете, в чем, в чем вот трудность, что между вами, между вами нет ничего общего. А слово, а слово вообще. И это очень здорово начать. Это очень здорово начать. Вот. Потому что, раз ничего общего нет, да, то остается только вот такая вот, ну, какая-то, ну, гендерная остается только. Гендерная форма. Узаимодисты. Узаимодисты. Такой ответ я, наверное, мог бы вам предложить, то есть разобраться вот как-то вот с своей ответственностью, да, то есть именно с ответственностью. Как, 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 как меня эта ситуация задела, если она меня задела, вот. Вот. Чем она меня задела, эта ситуация, если она меня задела, вот эту, вот. Вот, с ее нужнее. Если пришли. Понимаете, и соответственно, когда, и если все это будет изучено, то я предлагаю вам будет самому, как-то здесь. Ну, проще, что ли. Самому будет проще сюда вести девушку. Так, как вот вам это хочется. Ну, как вы это хотели бы. Вот. Я думаю, ну, примерно, я думаю, примерно так можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Ну, на этом всё. Я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Вот. Я вам желаю всего самого доброго. Я желаю вам удачи и надеюсь, очень надеюсь на то, что ситуация разрешится и вы сможете найти из неё выход. Вот. Стоит выход из, вот, как раз своей ситуации, да, и поступать так, как вам хочется. Вот. Действовать так, как вы считаете нужным. Вот именно, 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 именно в соответствии с тем, что вам важно. Но очень важно вести себя. Вести себя. Вести себя. Так, чтобы это было максимально конгруентно. Аутистично, допустим, ну, тому, что вы чувствуете. Вот. И если этого не будет, то всегда могут быть проблемы нападать до этого. Вот. Потому что вы, потому что вы что-то делаете через силу. Вот. А вы что-то делаете через силу. Вы, скажем так, именно из-за того, что вы себя пересиливаете. А из-за этого появляются, ну, скажем так, определённые, определённые ожидания у вас. У нас появляются определённые, значит, там, такие требования. Вот. А это, в общем, не всегда, мягко говоря, да, соответствует действительности. Вот. Поэтому важно, чтобы в отношениях вы не ждали чего-либо. Вот. Это очень важный момент. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. А если хотите, обращайтесь к любому из специалистов. Мы вам поможем разобраться в себе. Всего вам. Всего вам доброго. Всего удачи.